Здравствуйте, с вами компания Дом в Дорогу, меня зовут Константин. Сейчас я вам расскажу, как нужно выбирать и на что нужно обращать внимание при покупке европейского прицепа. Ну, таких как Хобби, Таберт, Фент, Кнаус и так далее. Очень важные вещи сейчас будут рассмотрены в этом ролике, и я советую очень внимательно его посмотреть. То есть я расскажу о недостатках прицепов и о тех допупциях, которые вам пытаются впарить продавцы, чтобы вы потом испытывали проблемы. Вот чтобы этого ничего не было, внимательно посмотрите этот ролик. Пойдемте. Начнем с климата, с микроклимата, который создается в прицепе тем или иным оборудованием. Кондиционерами, отопителями, системами ALDE и так далее. Пошли. Значит, вот это прицеп Хобби 720КWFU. У него установлена система отопления ALDE. Вот недавно ко мне позвонил человек и сказал, я хочу себе в 495 Хобби поставить систему отопления ALDE. 495 это очень маленький прицеп, коротенький такой. Он там решил ALDE за 300 тысяч ставить или там сколько она стоит сейчас, очень дорогая. Вот смотрите, для чего была разработана система отопления ALDE. Представьте сейчас за бортом этого прицепа минус 30 градусов. Значит, и мы посмотрим вот на эту часть. Здесь стенка, здесь стенка и здесь стенка. То есть, три стены пытаются нас охладить. То есть, там за этими стенками мороз, арктический мороз. И вот эти три стены пропускают этот холод. А система отопления, она как бы пытается затормозить, не пропустить этот холод. Вы представляете, как мощно в этом месте она должна работать. Значит, теперь пошли сюда. Другая часть прицепа, точно такой же концевик. Детская комната. Здесь за стенкой мороз, здесь мороз и там мороз. То есть, три стены граничат с очень сильным арктическим морозом. А теперь давайте посмотрим на центр прицепа. Вот мы находимся в центре. В центре у нас стенка только здесь и только здесь. Значит, когда мы лет восемь назад везли вот точно такой же прицеп зимой, где-то в районе Воронежа мы легли спать. Вот в этом месте была температура 32 градуса тепла. Потому что тут стояла система отопления трума. А в этом месте температура была всего 18. Вы представляете, всего 2 метра расстояния. И такая разница. 32 и 18. Тут человек спал под одеялом. Ему было очень холодно. А на этой кровати я спал раскрывшись. Потому что мне было очень жарко. Вот такая особенность. Значит, система отопления ALDE была разработана как раз таки для того, чтобы сделать равномерный прогрев по всему прицепу. Рабочее тело, жидкость, циркулирует по всему периметру прицепа и равномерно его охлаждает. Но все равно она работает в этом плане эффективнее, чем обычная система трума. Но все равно она с этим не справляется. Поэтому я вам рекомендую не гнаться за системой отопления ALDE. Не тратить на нее там 300-400 тысяч, а поставить обычную труму. А вот в этом месте и здесь поставить дополнительные электрические обогреватели. Простые. От сети 220 вольт. В американских прицепах существует два климатических сертификата. Первый сертификат показывает, насколько прицеп держит температуру внутри при забортной температуре минус 28 градусов. То есть он удерживает ее или не удерживает. Если удерживает, ему дают сертификат. А второй климатический сертификат показывает равномерность температуры внутри прицепа при забортной температуре минус 28 градусов. Так вот, в американских прицепах она не должна отличаться на пол Фаренгейта. То есть, если мы здесь датчик поставим один и там, то температура не должна различаться на пол Фаренгейта. Тогда ему дает второй тип климатического сертификата. В Европе, к сожалению, второго типа климатического сертификата нет. Вот такая вот особенность. Итак, советую вам не тратить деньги на систему отопления ALDE. В маленьких прицепах вообще она не нужна. А в больших не надо тратить, просто там и там поставить обогреватели по краям, чтобы они компенсировали. То, что там, то обычная трума душит воздух, не душит, это все сказки. Сказки, которые вам рассказывают для того, чтобы вы потратили 300 тысяч рублей на систему отопления ALDE. Следующий совет и рекомендация при покупке европейских прицепов. Вот это вообще, ну, смешнее некуда. Значит, из школьного курса физики за восьмой класс мы знаем, что теплый воздух всегда поднимается наверх, а холодный опускается вниз. Ну, это знает каждый восьмиклассник. Представьте, вот воздушный шар. Почему воздушный шар летает? Потому что мы в него, мы внутри воздушного шара нагреваем воздух, он поднимается наверх. Правильно? Почему все кондиционеры установлены всегда наверху? Сплит-система кондиционера. Потому что, когда кондиционер вырабатывает холодный воздух, этот холодный воздух сверху опускается всегда вниз. И таким образом он охлаждает помещение. Ну, немецкие инженеры, не все, конечно, которые разрабатывают эти прицепы, они, очевидно, в советских школах и в советских вузах не учились. И поэтому мы получили вот такой шедевр. Обратите внимание. Вот этот кондиционер стоит на полу. Вот этот кондиционер стоит на полу. А дефлектор, из которого выходит холодный воздух, вон он внизу. Видите, да? То есть, чтобы мы получили здесь хоть какой-то холод, мы должны вот этот дефлектор поставить так, чтобы воздух дул с огромной силой вот сюда. И вот только в этом месте, когда я буду сидеть, в меня будет попадать холодный воздух. Только в этом месте. Вот только в этом месте будет кайф. А в прицепе, как было жарко, так и останется. Потому что холодный воздух всегда будет доходить где-то вот до этого уровня. А потом он будет опускаться. Здесь будет всегда теплый. Почему они сделали так? Вот у меня где-то был ролик, который показывал, как хорошо в американском прицепе во время дождя. Мы практически не слышим этого дождя. А сейчас слышите, как тарабанят? Вот чтобы понять эту глупость и понять то, чем руководствовались немцы, устанавливая вот этот вот напольный кондиционер в прицеп, нужно сейчас послушать дождь, который тарабанит по крыше. Вот давайте сейчас 10 секунд. Тихо. Слышите, да? А теперь побежали под дождем в американский прицеп. Быстрее, Стас, скорее. Снимаешь? А тут... Так. Слышите, да? Точнее, ничего не слышите. Вот обратите внимание, точнее, послушайте. Вообще, стука дождя по крыше не слышно. Тишина. Тишина. Тихо. Теперь я вам расскажу, как это связано с кондиционированием помещения. Очень интересно. Послушайте. Итак, в американском прицепе шума дождя, то есть тех капелек, которые стучат по крыше, не слышно вообще. Совершенно. Давайте еще раз вернемся в европейский прицеп. Послушаем дождь. Слышите, да, тарахтит? Вот послушайте. Тарахтит по крыше и очень сильно. Слышите, да? Почему там не тарахтит, а здесь тарахтит? Значит, дело в том, что у европейских прицепов крыша очень тонкая. И внутрь невозможно засунуть воздуховоды, которые будут отправлять холодный воздух вот в это помещение. Это просто невозможно сделать при условии, если мы поставим сюда на крышный кондиционер. Вот здесь он будет стоять, да? То мы от него по крыше не сделаем вывод в детскую. И в детской все время будет жара. Слышите, как тарахтит, да? Ужас. Вот. Ну, такая глупость, да? И вот поэтому они засандалили сюда напольный кондиционер, потому что с помощью него, с помощью вот этих вот труб, можно вывести холодный воздух вот в это детское помещение. И вот обратите внимание, вон дефлектор внизу, холодно здесь будет, нормальная температура, вот только мне по пояс, все. Мало того, в ребенка будет дуть воздух так, что он постоянно будет простужаться. Вот это полная глупость. Поэтому, значит, вот немцы, они на всем экономят. Решение было бы здесь очень простое. Поставьте на крышный кондиционер вот сюда, вот здесь. И поставьте на крышный кондиционер вот сюда. Да, дороже. Но зато мы сделаем здесь нормальное помещение, кондиционируемое. Американцы сделали умнее. Они просто увеличили толщину крыши. Все это изолировали пенопластом, чтобы когда тарахтел дождь, чтобы его не было слышно. И в этом пенопласте сделали от накрышного кондиционера выводы во все помещения прицепа. Это в американских прицепах. В европейском прицепе вот это дурь. Вот глупость полная. Поэтому ни в коем случае не соглашайтесь на напольный кондиционер. Купив его, ничего не будет. Дальше. Система отопления Алды. Еще один ее минус. Но вот сейчас мы не услышим, потому что идет дождь. Значит, видите, да, бачок? Видите, здесь вода такая бурлящая. Значит, дело в том, что здесь внутри так называемый ручеек воды. И когда включается отопление, мы слышим вот это бульканье. Ночью те люди, которые прислушиваются, ночью спят. Это достаточно неудобно. Поэтому, видите, еще одно свойство. Отрицательная система отопления Алды. Лучше Трума. Значит, далее. Теплый пол. Значит, в американских прицепах теплый пол делается теплым благодаря системам воздуховодов теплых под полом. То есть, тогда, когда мы включаем печку, эта печка распределяет теплый воздух не только внутри помещения прицепа, но и под полом прицепа. Это в американских автодомах. Поэтому электричество 220 вольт для того, чтобы пол был теплый, не нужно. А в европейских прицепах для того, чтобы пол был теплым, электричество нужно. Еще одна глупость, которую они сделали, придумав систему отопления Алды с жидкостным теплым полом. Ну, вы знаете, еще когда я учился в институте, нам рассказывали, я закончил энергофак, нам рассказывали, как утеплять помещение в транспортных системах. Так вот, ни в коем случае нельзя было прокладывать систему жидкостного отопления пола. так его, или жидкостного подогрева пола. И вы знаете, когда они только изобрели эту систему, я клиентам говорил, ни в коем случае не ставьте, она потечет. Ни в коем случае не ставьте жидкостную систему утепления пола Алды. Потому что рано или поздно она даст течь. Так оно и получилось. Через полгода эксплуатации она дала течь, они сняли из производства, год дорабатывали, сейчас опять запустили. Но эту систему, наверное, можно применять на европейских автобанах. Не более того, в российских условиях она потечет, и вы там намочитесь с ней. Поэтому ее применять нельзя. Значит, далее мелкие недочеты. Обратите внимание, в Америке, в Америке вся мебель из натурального дерева. Как вы думаете, для чего здесь стоит вот этот вот квадратчик, да, прямоугольничек? Никогда не догадайтесь, если мы забыли закрыть вот эту дверцу и открыли эту, тут будет дырка. Потому что вот это деревозаменитель, его пальцем проткнуть нужно. Малейшее движение, и здесь дыра. Вот, поэтому мы здесь усилили. Дальше, маркиза. Короткие маркизы еще куда не шло, но через три месяца эксплуатации, через три месяца, вот эта огромная, дорогущая маркиза вот здесь вот начинает выпирать. То есть, от температурного расширения и сжатия, от температурного расширения и сжатия, маркиза закрывается неравномерно. В принципе, это не влияет на ее свойства никак. Да, просто некрасиво. Маркиза задвигается, выдвигается нормально руками, но вот такая вот штука, на нее не стоит обращать внимание. И алюминий. Значит, алюминий подвержен всегда температурным расширениям и сжатием. То есть, летом он расширяется, зимой он уменьшается. Расширяется, уменьшается, расширяется, уменьшается. И вот представьте, мы вот проволоку, когда мы делаем туда-сюда, туда-сюда, мы ее рвем. То есть, на растяжение мы не можем, но когда мы делаем такие движения, мы ее рвем. То же самое в прицепах. Вот в уголках прицепов всех, всех европейских, без исключения, это не обязательно там хобби или что-то еще, но во всех европейских прицепах вот здесь идут трещинки. Всегда. Они тоже ни на что не влияют, просто некрасиво. Вот поэтому здесь, видите, вот так заклеено. Именно поэтому американцы делают стены из композитного материала, который не подвержен температурным расширениям и сжатием. Вот при покупке европейских прицепов, прицепов, вот на эти вещи нужно обращать внимание. Давайте заново. Не ставьте отопление Алды. Не нужно. Это лишняя трата денег. Все равно на концах прицепа вы не получите такую же температуру, как в середине прицепа. У вас не получится. Это лучше делать с помощью обогревателей. Ни в коем случае не ставьте напольные кондиционеры. Это полная глупость. Какой дурак это придумал, я не знаю. Дальше. Если у вас маркиза выглядит вот так, а здесь вот пошли трещинки, ничего страшного в этом нет. На свойства прицепа это не влияет. Просто некрасиво. Ну вот, то, что я вам... А, да, еще. Жалко, дождь закончился. Значит, смотрите. Видите, у американских прицепах сточные желобки. Для чего они сделаны? Для того, чтобы дождь, вот потоки, струи, водопады, дождя лились именно в том месте, где они безопасны. А здесь этих желобков нет. И они льются там, где им хочется. Значит, вот эти вот фонарики, видите, вот когда плоскость вот такая, водопадная, скажем так. Вот эти фонарики нужно всегда иметь с собой запасные, потому что они выходят из строя из-за влаги. Ну вот, все, что я вам хотел сказать о прицепах, производимых в Европе. С вами была компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Наш сайт Дом в дорогу точка